Библейский портал экзегет.ру представляет «Боже, но ты на меня нападаешь. За что ты со мной так? Почему ты меня мучаешь? Дай мне вообще спокойно пожить, я ведь все равно скоро умру». И довольно дерзкая речь, правда? Вот не то, чтобы Иов тут такой гладенький-мягонький. Вообще в этой книге практически всегда эскалация на стороне Иова. Он первый. А друзья лишь отвечают. Ну, они, надо сказать, перенимают градус Иова полемики. Так отвечал Суфара Знамы. «Разве на потоке слов нет ответа, и кто гладко говорит, тот и прав? Если ты болтаешь, другим умолкнуть? Если ты глумишься, осадить тебя некому?» Вот смотрите, они пришли соболезновать, но все, уже пошел жаркий спор, они уже ругаются с ним, они уже не соболезнуют. Это их сильно разозлило, как он может так о Боге? А Иов как будто специально провоцирует. Нет бы ему сказать, я несчастный, у меня все плохо, пожалейте меня, наверное, бы они его пожалели. Ну, не чурбаны же они, они семь дней рядом с ним сидели, и, значит, они его действительно любят, сочувствуют. А он говорит, Бог ведет себя неправильно. И на это, конечно, Суфара отвечает очень возмущенно. «Ты решил, что рассуждаешь верно, говоришь, что чист пред Богом, но если бы Бог заговорил, пожелал бы тебе ответить, Он открыл бы тебе тайную мудрость, показал бы обратную сторону. Пойми, он с тобой еще мягок. Можешь ли открыть сокрытое Богом и найти предел всесильному? Дотянешься ли ты до небесной выси? Как познаешь то, что глубже Шиола, то есть мира мертвых, что длиной превосходит землю, а шириной море?» Смотрите, Суфар говорит, ты считаешь, что ты прав, но Бог больше, сильнее, ты никогда не сможешь сравниться с Ним в разумении, как будто Иов говорит «могу». Он ровно это и говорил в предыдущих главах, что никак не получится. Но для Иова это личная боль. Господи, ты настолько больше меня, что я ничего не могу противопоставить тебе. Вот, мне больно, мне плохо, за что ты со мной так? А Суфар говорит, Бог, он такой великий, а ты такой мелкий, а он такой великий, а ты такой мелкий, а он такой великий. И что? Да? То есть это некая богословская такая речь, которая общими словами скрывает трагизм ситуации. Вот книга Иова, она про то, что в мире есть страдания, что страдания – это настоящее, да? Что это, вот Иов по сюжету у нас праведник, но с ним просто, ну, все произошло, что может произойти с человеком, кроме смерти, да? Потери всего, включая родных детей, тяжелая болезнь и ссора с друзьями, и это ужасно. Но это всегда можно обличь, ну, Богу виднее, ну, это вот, наверное, ты чем-то заслужил. Вот что, собственно, Суфар и делает. Более того, он уже конкретно переходит к таким, ну, косвенным, как бы, обличениям. Если он пройдет, заключит темницу, Иисус зовет, кто его остановит? Знает он лжецов, увидит грех, так он этого не оставит. Ну, то есть такой намек, да? Бог не оставляет же грех без наказания. И пока они еще не говорят, но скоро скажут, раз ты наказан, значит, ты грешник. Пустая голова поумнеет не раньше, чем дикий осел станет человеком. Ну, это уже тоже фактический упрек его, мол, ну, дурак ты, останешься дураком, ничего не понимаешь. Я тебе говорю, говорю, и друзья мои, и твои друзья говорят себе тоже всякие умные вещи, а ты их не хочешь принять. Не хочет. Если в сердце своем будешь честен и будешь простирать руки к Богу, если от греха избавишься и не будет в шатре твоем порока, тогда будешь смотреть без смущения, крепко стоять на ногах, не зная страха. Слушайте, а Йов так себя и вел. И поры до времени это работало, теперь перестало. А этот все свое, да? То есть будешь хорошим мальчиком, будет у тебя конфетка. А не будет, не будешь, что в угол поставят, ну, ругают. Ну, ты будь хорошим, тогда забудешь о былом несчастья, словно от давно утекших в водах. Жизнь твоя станет ярче полдня, и сумрак сменится утром. Будешь твердо знать, что есть надежда, посмотришь вокруг, можно спать спокойно. Будешь отдыхать, никто тебя не тронет, и многие станут заискивать перед тобой. Да, еще такая вот социальная сразу иерархия. То есть ты не просто будешь хорошо и спокойно жить, но ты будешь большим человеком, к тебе будут на поклон люди приходить. Вот как оно случится. Слушайте, ну ведь так уже было. Иов Горько радует от того, что он за собой греха не знает, не чувствует, а это все прекратилось. То есть вот очень часто бывает, да, у человека горе, ему говорят общие слова, общие слова, общие слова. Не работает. Пока горя не было, человек, наверное, не задумывался, вот Иов тоже, наверное, не задумывался, что мир несовершенен, что в нем часто праведник страдает, злодей благоденствует. Но если начать повторять одно и то же, повторять одно и то же, повторять одно и то же, ну разве это будут слушать люди? Вот у друзей именно эта проблема. И уже такие угрозы явно звучат. Но померкнут глаза нечестивых, убежищем не будет, и вся надежда их предсмертный вздох. Иов как раз и говорит, вообще-то я скоро помру. И вот Софар ему отвечает, ну вот только на предсмертный вздох, и можно надеяться и нечестивым. Уже, уже, уже косвенные, но намеки, что плохо ты себя вел, Иов, зато и страдаешь. Конечно, Иов не оставит этого вызова без ответа. И в 12 главе эскалация с его стороны еще возрастет, он ответит еще резче своим друзьям. Продолжение следует...